Алло. Артур, здравствуйте. Здравствуйте, а вы кто? Меня зовут Юрий. Остально с регистрацией касаемо заработка своей инвестиции. Вот по этому поводу с вами вам. Хорошо, а у нас это где? Я просто... По Газпрому. А, вы из Газпрома? Нет, я не из Газпрома. Но по рекламной кампании вы у нас обращались именно по Газпрому. Я так понимаю, заинтересовался Северный поток-2, правильно? Ну да, заинтересовался. Вот, хорошо, сориентируйте. Ранее имели опыт своей инвестиции? Ну, я являюсь брокером. А, вы являетесь даже брокером. Хорошо, в какой компании работаете? Не в какой, я сам себе брокер. Сам себе брокер? Да. А в каком направлении? Ну, в направлении дивидендный аристократ. Я дивидендный аристократ. Я инвестирую в дивидендные акции. Так, продолжайте. Ну, а что мне продолжать? Я уже все сказал. Я брокер, я зарабатываю. Как зарабатываю? Я реинвестирую. Я заработал на дивидендных акциях и реинвестировал это. И сколько на этом среднем зарабатываете? Да нисколько. Я не вывожу деньги, я просто реинвестирую. А за счет чего живете? За счет того, что работаю педагогом. А, вот в чем суть. Хорошо, я услышал. То есть, в принципе, биржевой торговли разбираетесь, правильно? Нет смысла вам объяснять, как это все работает? Нет, я торговлей не занимаюсь. И, в принципе, я в торговле мало чего понимаю. Хорошо. Тогда давайте будем с вами разбираться. Итак, по факту мы зарабатываем на новостных событиях. То есть, как вы понимаете, в мире постоянно что-то происходит, и это влечет за собой определенные последствия. Мы на этом зарабатываем с помощью торговли на финансовом рынке. Оперируем такими активами, как ценные бумаги, криптовалюта, драгоценные металлы, сырье и валютная пара. То есть, заработок на разницу курса валюты. Сталкивались когда-то с таким? Нет, я лично с этим не сталкивался, но я слышал о том, что люди занимаются спекуляцией на рынке. Я фильм даже смотрел на эту тему. А почему, собственно, до тех пор не приступили? Как-то я все-таки боюсь. Это больше похоже для меня на лотерею. То есть, какой-нибудь актив может вырасти, может упасть, а рискую я своими деньгами, а не кто-нибудь другой. Ну, это не совсем лотерея. Давайте рассмотрим такую ситуацию. Тот же «Газпром». «Газпром». Скажите, есть хотя бы 1% того, что акции «Газпрома» не вырастут после того, как «Северный поток-2» наконец-таки заработает, пойдет газ, и, соответственно, со стороны Европы поступит первый транш оплаты за этот газ? Есть хотя бы один шанс, что акции не вырастут цене? Нет. Хоть один шанс-то, конечно, есть, но, по-моему, они даже сейчас выросли. Они сейчас растут. Все правильно. Но тогда уже ожидается именно основной рост. Это очень хорошо, что вы следите за рынком. Это очень хорошо. Вот. То есть, на самом деле, это никакая не лотерея. Это все вполне можно просчитать. Но, разумеется, сразу на берегу предупреждаю. Все 100% успешных сделок, как вы понимаете, вам никто обещать не будет. Правильно? Мидии вы пробовали когда-нибудь? Что-что? Вы пробовали мидии когда-нибудь? Да. Да. Вкусно. Вот, вот. Вкусно. А если я не хочу продавать акции Сбербанка, потому что... Ой, это... Газпрома, потому что они приносят дивиденды. Сейчас речь идет именно о спекуляции. Ну, о спекуляции. То есть, я знаю, что после запуска Северного потока акции вырастут в цене. Тогда я могу их продать и забрать себе разницу. Но это же, мне кажется, глупо убивать куриц, которые несут золотые яйца. Не совсем. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что есть разные разновидности акций. С какой бы тавтологией это ни звучало. Правда? Ну, а что, например, еще можно? Как мне можно заработать? Ну, как мне можно заработать? Я, например, не хочу продавать дивидендные акции, потому что прибыль Газпрома тоже вырастет, соответственно, и вырастут дивиденды. Разумеется. Вот, а как мне тогда заработать? Мы с вами сейчас как раз таки говорим именно о спекуляции. Да, да, да. Ну, давайте о спекуляции тогда говорить. Вот. Ну, и, соответственно, какие условия мы предоставляем? Наш сервис заключается в том, что мы сопровождаем вас на всех этапах торговли, в том числе предоставляем вам торговые сигналы и чаем, если это понадобится. Соответственно, в среднем с нашими клиентами мы выходим на заработок до 15% в месяц от общей суммы инвестиций. Наш интерес как аналитического центра это комиссия в размере 10% от заработанной вами суммы. От чистой прибыли уже, да? Готовы? От чистой прибыли, да. Хорошо, хорошо. А как найти этот ваш сайт в интернете? Например, если у вас есть чудным образом WhatsApp по этому номеру телефона, я могу вам предоставить ссылку. Так точно, есть. Вот. Тогда с вами так и поступим. Итак, какие у вас еще вопросы возникли? Возникли вопросы. А каким образом комиссия будет перечисляться аналитической компанией? Вы выводите свои средства с инвестиционного счета и потом по нашим реквизитам отчисляете комиссию. Ну, чтобы вывести средства, нужно их сначала туда ввести, правильно? Ну, в общем и целом, скажу вам так, чтобы заработать на бирже, изначально нужно что-то внести, правильно? Поэтому, да, мы деньги наперед не берем. Мы сначала предоставляем вам сервис. То есть, своя какая-то платформа, да, с которой можно, с которой вводятся деньги, с которой они выводятся, правильно? Метатрейдер 4. Ну, и Метатрейдер 4 сейчас у каждой собаки есть. Очень рад, но почему-то не каждая собака зарабатывает на трейдерской деятельности. Ну, хорошо. А как мне найти этот Метатрейдер? То есть, я в Метатрейдер вкладываю деньги, а как вы об этом узнаете? Например? Я могу скачать Метатрейдер сейчас на компьютер. И что? Так. Как вы деньги-то получите? Ну, раз уж вы брокер, правильно, то вы наверняка понимаете, что для того, чтобы приступить к торговле, вам изначально нужно создать инвестиционный счет. Так. Где он создается? Как раз-таки к этому и веду. Где он создается? А он как раз-таки создается на сайте брокера. Мы с вами зайдем на международный регулятор, проверим брокерскую лицензию, проверим, дабы она имела активный статус, и тогда переходим уже, собственно, к созданию инвестиционного счета. Вы его создаете, пополняете, дослушайте. Аналитик, который за вами закреплен... Алло. Международный регулятор. Как он называется? Что-то? Как называется международный регулятор? Неправильно. Инфекшн? Неправильно. Что вы что? Неправильно. А что вы мне еще интересно расскажете? Этот регулятор Центробанк. Нет. Мы с вами говорим о разных регуляторах, и дальше более того, несколько. Конечно, их несколько. Но для меня подходит только Центробанк, потому что я нахожусь на территории Российской Федерации. И? И мои законы, как гражданина... То есть мои права защищают законы Российской Федерации, а не какой-то другой страны. Точно так же. Международный регулятор Синспекшн обеспечивает страховку вашего инвестиционного счета. Как он называется? Синспекшн? А я вам все в WhatsApp отправлю. Не переживайте. Вместе зайдем, посмотрим, все проверим. Для меня регулятор только Центробанк. Вот этот Синспекшн, он находится где-то там, зарегистрирован, наверное, в каком-нибудь, каких-нибудь маршаллах островах. Мне он, в общем-то, никак не поможет совершенно вернуть мои деньги, если вы окажетесь мошонками из Украины. Понятно? А мы ними ни в коем случае не окажемся. А знаете почему? Потому что мы являемся аналитическими в Москве в Башей Федерации. Да, конечно, давайте, давайте. Ну, 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 продолжайте. Нет, город Санкт-Петербург. А, Лахта-центр, да? Нет. О, нет, ну, где вы, где вы, где вы находитесь, да? В Санкт-Петербурге, да? Тауэр, да? Да. Ну-ка, 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 ну-ка. Ну, давайте я приеду в Питер, поговорим с вами, пивка попьем. Я пива не пью. Вы не пьете пива? Ну, вы не ослышались. А, ну, со мной-то вы выпьете, че? Почему? Потому что я очень харизматичный человек. А, вы, наверное, думаете, потому что вы мне сказали, что вы работаете брокером, правильно? И при этом работаете педагогом, то я наверняка захочу с вами выпить пиво. Вы именно так подумали, правильно? А вы меня не уважаете? А есть на это основание? Вы только что мне сказали, что, вероятнее всего, я нахожусь в Украине. Как это будет сотрудничать без займа уважения? Пока что. Нам стоило бы познакомиться друг с другом, правильно? Давайте, да, в бар сходим. Питер, этот... Если мы с вами рассматриваем именно инвестиции, то, поймите меня правильно, Кружка пива – это не самый лучший вариант для знакомства. Как я делал в их партнеров, правда? Вот смотрите, вот акции «Газпрома» – это инвестиции в газодобывающую промышленность, да? Ну, а сами как считаете? Ну, это риторический вопрос. А покупка алкоголя... Риторический вопрос только потому, что я вам задал встречный. А вот, а покупка алкогольной продукции – это инвестиция в хорошее настроение. Это тоже инвестиция. У меня почему-то складывается впечатление, что у вас явные проблемы с алкоголизмом. Давайте, значит, бар 1703, да? Нет. Да, именно так. Нет, именно не так. Именно так. Где этот, 1703, где этот, Петька еще нарисован. О, то есть, Петр Алексеевич. Давайте так. К сожалению, я нахожусь на рабочем месте, и... Обрабатываем месте на Украине, да? Я предоставляю вам предложение, вы либо его принимаете, либо отказываетесь. Слушай, Петя, если ты не хохол, приезжай, короче, в бар 1703. Меня зовут Юрий, напоминаю. Петя, в общем... Какой бар 1703? Да, либо нет. Вот. Выпьем там пиво, и я зато посмотрю на тебя, увижу, что ты не хохол, что ты нормальный. Я с алкашами пива не пью. Всего доброго. Пошел ты нахуй. Пошел ты нахуй.